Сейчас мы тогда это попробуем прокинуть, посмотреть не будет ли ошибок у нас, а у нас будут ошибки в Direct Commander, сделаем сейчас попробуем новую кампанию. Для этого мы используем копирование группы объявлений. Так, да, правильно он там пожаловался. У нас нет двух полей, это доп. вставить, вставить два таких вот замечательных поля, которые нам понадобятся. Это дополнительные и мобильные ссылки объявлений. Если посмотреть, у нас есть тоже такие в генераторе объявлений, но я без него сейчас делал, поэтому, господи, массово я открыл, генератор закрыл. Вот он. Даже на демо, кстати, будет видно. Вот тут у нас есть добавить столбцы мобильных и дополнительных объявлений. Вот они у нас есть. Дополнительные объявления группы, мобильные объявления. Я просто их сейчас так вставлю, чтобы было понятно. Это можно, кстати, выгрузить, если что, в таблицу, и там будет все нормально. Мобильные объявления, то есть текст, если вас смущает, что большой, мелкий, там еще какой-то. Пожалуйста, на здоровье. Это можно всегда исправить. Так. Копируем. Соответственно, сейчас мы вставляем. Дополнительные объявления, мобильные объявления, фразы. Дальше. Это нам не нужен столбец. Этот столбец у нас идет с названием групп. Этот у нас идет с номерами групп. Ищем на N. Номера групп. Дальше у нас идет количество поисковых запросов. Они нам не нужны. Дальше идет заголовок 1. Потом у нас идет заголовок 2. Дальше у нас идут ссылки, которые уже вставились. Отображаемая ссылка. Заголовок. Заголовок. Адрес. Адрес. И описание. И давайте попробуем создать новую компанию сейчас. Получилось у нас, соответственно, сколько? 18 групп. Должно получиться 18 объявлений. И должно получиться 152 фразы. Давайте посмотрим сразу, сколько у нас было строк. Минус 1, потому что первый у нас 153. Соответственно, все загрузилось и загрузилось правильно. Но есть ошибки. Ошибки у нас в объявлениях, скорее всего. Во фразах первая, кстати, ошибка. То, что нужно вставку проставить. Мы ее просто не загрузили. Любую абсолютно сейчас загружаем. Ставим 5 рублей. И должно появиться самолетик зелененький. Значит, все хорошо. Если у нас самолетик красненький перечеркнутый, значит, это отправить нельзя. Итак, у нас проблема с чем? Давайте посмотрим. Быстрое писание слишком длинное. Давайте попробуем сейчас их укоротить. И куда-то текст, кстати, пропал. Я, походу, делал текст. Я пропустил. Сейчас я его вставлю обратно. Ссылка. Я ее просто название не проставил, походу, делал. Когда мы загружали. Я его вставил в заголовок 2, походу, делал. Получилось очень длинное. А заголовок 2 мы пропустили. Сейчас я их сюда проставлю. Давайте, кстати, сразу начнем изменять. В принципе, это можно исправить сразу, например, откатив назад. Ctrl-Z убрать эту кампанию. Просто заново загрузить. Но сейчас не буду париться. Поменяем в тексте все значения. Добавим их в текст. И уберем сейчас заголовок 2. Ром также заменить. И просто заголовок 2 на пусто заменим. Пока ничего не будет там. Мы ничего туда не проставляли, не прописывали. Сейчас посмотрим еще раз наши ошибки, которые тут есть. Текст превышенную максимальную длину объявления. Понятно. И быстрые ссылки. Сейчас попробуем поправить. Для этого мы посмотрим, что у нас тут по длине. И куда чего там превышено. Превышено описание. Лишнее просто в BS4 используется. Давайте, наверное, с BS4 начнем. Что-то там слишком много какие-то есть символы лишние. BS4 описание. Вот оно. Так. Восказательный знак. Соответственно, мы его убираем. Для этого мы берем все наши описания быстрых ссылок. Ищем. Восказательный знак. Заменяем его на точечку. Нельзя их использовать здесь. Поэтому мы их меняем. Окей. Осталось у нас теперь только общее количество символов. 1-4 быстрых ссылок. Именно заголовков. Правильно? Заголовков уже должно быть. Да. А, текстов быстрых ссылок. Ну, текстов это у нас заголовки по сути сейчас. Вот он, текст. Это заголовок быстрой ссылки. Нам надо его как-то подсокоротить немножко. Я его, видимо, где-то сделал очень большим. Это описание. Поддерживающий вебинар. Описание нас не интересует. Нас сейчас интересуют именно тексты. Всего 80 уроков. Я, значит, где-то там все-таки переборщил. А, я понял. Я его просто сделал на БС-4. Описание. Учим с нуля. 80 уроков. Давайте, кстати, попробуем сейчас прикольнуться и попробуем в одном месте убрать из БС-4 и добавить в БС-7. Это может сейчас сработать. Немножечко такой лайфхак. Не факт, что это сейчас 100% сработает, но мы просто попробуем. И поменяем на описание. Так, где у нас описание еще? Вот она. Она просто вместе слиплась. Посмотрим сейчас, как оно. Не нравится ему. Ну да. Я думал, все-таки решит проблему. Но они все-таки эту штуку тоже исправили. Раньше была такая возможность бага. Сейчас такой уже нет. Решил попробовать. Ну, давайте тогда попробуем сейчас подсократить. Ну, оно, в принципе, у нас то же самое осталось. Учим с нуля. 80 уроков. Давайте, во-первых, всего уберем, попробуем. Я не буду первым сейчас исправить, потому что надо исправить все. Соответственно, мне надо сделать так, чтобы было правильно написано. Так, у нас еще внизу есть возможность исправить. Готовим трудоустройство, поддерживающее вебинары. 80 уроков. Поддерживающее вебинары. Видимо, ему очень длинные. Еще есть четвертая ссылка. Это учим с нуля, но она короткая. Давайте просто с ноль поставим вот так. Но не думаю, что это решит проблему. Решила проблему. Только текст остался длинный. Сейчас мы его посмотрим. Значит, 80 уроков нам надо исправить, да? Или нет? Стоп. Сейчас посмотрим еще. А, текст только. Только текст остался. Все правильно. Так, сейчас мы, значит, правим на 80. Здесь. Это текст быстрой ссылки. Тут у нас, видите, такой же, не одинаковый. Мы через замену, опять же, делаем. Просто через все значения. Да что ж такое-то? Вот. Заменить на, соответственно, на 80. Меняем в текстах. BS3. Вот оно. Заменить все. И у нас меняется. И у нас меняется. Все значения. Текст быстрых ссылок. Третья на 80 уроков. А, во всех объявлениях, правильно. 80. Соответственно. Стоп. Это описание, да? Все правильно. Учим с нуля. Мы исправляем в BS4, соответственно, тоже. Ну и потом я исправлю последнее свое. Так. Искать. А, то же самое. Только у нас в BS4 будет чего искать-то? 80 уроков. Учим с нуля. Так. И должно исправиться почти все. Кроме... Да. Кроме... А, здесь тоже, кстати, все хорошо. Только надо будет поправить, чтобы они не повторялись. Учим с нуля. А, здесь я... Вот здесь просто исправлю, потому что под конец я начал там немножко фигачить. Исправлять. Сейчас я подправлю. Так. Любой возраст. Попробовали? Ну, не получилось. Окей. Не страшно. Опять же. Так. Окей. Все. Должно быть то же самое сейчас. Да. Текст превышена максимальная длина. Мы сейчас ее исправим и должно стать получше. Минус 3 символа нам надо попробовать сократить. Я бы, конечно, сократил как-то вот так. Для начала результат. Ну, как бы многие знают, что этот можно сокращать. Все так же, наверное, на один символ, да, где-то? На один. Текст превышен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, поэтому давайте попробуем как-то вот подсократить что-то, написать похожее, да? Продолжение следует... Ruby on Rails... Ну, тут понятно, что будет очень длинный... Тут надо, естественно, если что, тире поставить... Я так, кто не в курсе, из-за этого будет ошибка... Сейчас не должно быть... Просто обычный Ruby on Rails и так далее, ну, слабенько... Вот, для начинающих можно, да, что-то еще оставить, но проще написать курс Ruby on Rails и голову себе не забивать. Не просто потому, что мне лень, а потому, что это тут дописать проще было. Но просто нет никакого смысла переписывать это 10 раз, потому что это сейчас ни на что не повлияет, а будет и так нормально выглядеть, вполне достойно. Так, теперь давайте мы сделаем, естественно, редактировать, оптимизировать фразы, сделаем кросс-минусовочку. Вот она, исправленная фраза 49, соответственно, ничего не удалено. Я ничего не удалял, дубли я не удалял, потому что директ-коммандер любит удалять всякую... Ну, даже ключи, которые не похожи друг на друга, он реально имеет свойство удалять. Я давно это заметил, но ничего они с этим не сделали на данный момент. С заголовки, тексты мы написали... Заголовок 2 остался, который пока еще у нас с вами висит под вопросом. Можно, конечно, написать с 31 мая по 4 октября. И давайте попробуем так и сделать. Потому что это интересная инфа, во-первых. И она отлично помещается под мобильное устройство. Вот они и будут нормально... Ну, вот так выглядеть, короче говоря. Просто длина символов там важна. Нельзя на все пихать. И этот заголовок 2 будет. За большой не буду писать, потому что у нас так будет дефис... Хотя давайте за большой написано, чтобы было... Не, не будем за большой писать, так красивее выглядит. Так. Визиточка. Давайте-ка визиточку запомним. И заполним все остальное. Визиточку у нас выбрать ее нельзя, потому что ребят, наверное... А, есть что-то они делали, заполняли. Будем использовать ее. Почему бы и нет? Михаил и Вадим. Хорошо. Так. Изображение сейчас мы используем на поиске. На всякий случай просто добавим. И уточнение. Уточнение тут есть, кстати. Но мы старта писать не будем. Уже они есть. Без регистрации смс. Понятно. Портфолио тоже. Гарантия. Слово очень такое непонятно. Что гарантия? Она же не написана по какому. Ребята писали. Вот. Личный наставник. Учись в любое время. Два урока бесплатные. Есть три уточнения у них. 18+, кстати, ценз еще есть. И у ребят тоже я видел 18+, ценз. И у нас тут есть возможность поставить ценз. Не знаю, кстати, нужно это или нет. Это спорный момент. Потому что... Ну, потому что не знаю. Думаю. Не знаю. Но уточнение мы сейчас все равно будем добавлять. По поводу цензу надо подумать. М-м-м-м-м-м. Все эти ребята используют телефон. Это тоже большой плюс. Зря они... В смысле, зря вы не используете телефон, а они используют. Во-первых, ну это приятно. Во-вторых, ну такое нужно. А у них, кстати, есть на сайте прямо написано, что у них есть телефон где-то... Наверное, внизу, да? Не, у них, кстати, на сайте нет телефона. Телефон только так есть. Прикольно. Люди звонят, спрашивают. Зря вы думаете, что только записываются. Конечно, программисты, возможно, не такие прям общительные. Ну, как маркетологи, директологи. Но... Не знаю. Так, что нам с уточнениями делать? Давайте еще сайт пощелкаем немножко. Портфолио можно, но у нас оно есть. Мы это писали, поэтому пять раз нет никакого смысла. Давайте то, что у нас было в быстрых ссылках, если что-то не сработает, то мы покажем здесь. Посмотрим, что у нас здесь есть. Низходного уровня знаний, 80 уроков, 19 вебинаров, ДЗ и проект. Давайте попробуем это расписать. Уточнение будет слишком длинное, наверное, да. Так. Фебинары с проверкой... Ой, с ответами на вопрос. Длинное вообще получается, с ответами. Поддерживающие. Вебинары. Да. Да можно даже мобильный оставить телефон. В вашем случае пойдет, потому что у нас, опять же, на сайте... Ну, что... Покажу просто, как у нас это сделано. Вот, на МКонтекст. У нас, во-первых, видно, да, да, здесь видно, соответственно, телефон есть полноценный. И еще есть телефон, где-то был написан. Это я просто, может, что-то туплю, но у нас почти везде, где выставляется счет, там есть телефон мобильный. То есть вы можете позвонить. Ну, здесь, я хотел сказать, что здесь, наверное, мобильный, а здесь на самом деле 499. Но звонят и туда, и туда, поэтому можно. Я думаю, не такие... Не такая большая проблема, если оставить 4... Не 499, а мобильный. Так. Давайте я Excel-ку опять открою еще. Посмотрю. Готовим к трудоустройству, поддерживающим вебинары. Учим с нуля. Ученики. И давайте еще количество... Ответы на вопросы, это достаточно банально должно быть, именно что это вебинары. Нельзя использовать просто ответы на вопросы. То есть, на какие вопросы, что... Давайте я еще напишу, что это онлайн-курс, кстати. Потому что это... Ой, курс, конечно же, по Rails. Почему напишу именно так? Потому что Rails будет выделено, и рядом будет написан онлайн-курс. То есть, я считаю, что это чуть-чуть получше, чем ничего. Так, проверим. Смотрим, чтобы на все добавлены были у нас уточнения. Для этого просто лезем, смотрим. Во-первых, визитка. Видите, вот она добавлена. Эта ориентация нас не интересует. И здесь есть уточнения. Вот они. Они должны быть. Давай твой номер в рекламе. Я так его скрою, чтобы совсем на видео не было видно. Ой, как страшно получается. Ну, ничего, вы переживете. Так. Сейчас я визитку исправлю. Потом будет по-любому видно где-нибудь, но... А тут есть, кстати, телефон. Какой он у тебя там телефон? Он у тебя здесь есть. Все нормально. Он здесь уже есть. Я его не посмотрел, а он здесь был, оказывается. Все хорошо. Я пропустил. Сорянчик. Так. Это будет у нас поиск, естественно, реклама. И мы еще сейчас не закончили ее, естественно. Дополнять. Поиск. Соответственно. Дальше это у нас горячее. Можно даже вот так начать. Именно горячее. В скобочках курс. На курс прямо. Мы будем гнать это напрямую. Соответственно, Россия... Ну, я не знаю. Это не надо писать. У вас все равно и так понятно. Страница тоже понятна. Это Good Programmer. Да, идет Rails. И, соответственно, это поиск. То, что нам понадобится. Так, это черновик. И сейчас мы еще сюда добавим картинки. Не просто так. Хотя вот, скорее, в инфобизе это просто так. Лучше так скажу. И минус фразы на кампанию, конечно же, нужно добавить. Мы еще не закончили. Я уже сказал. Давайте сначала добавим минус фразы. Они проще. ДРФ-ки выключаем, естественно. Еще надо настроить обязательно. Можно это сделать. Будет потом, в принципе, в самом интерфейсе. Это несложно. Но счетчик метрики надо поставить. Сейчас картинки надо будет добавить. Я просто оттягиваю самое неприятное. Ключевые цели у нас. Они сейчас не будут работать, потому что они не подгружены. Это метрика. Правильно я шту метрику поставил. Good Programmer. Да. Ссылку давайте еще раз проверим, кстати. На кампанию Good Programmer Rails. Да, все верно стоит. Так, и, соответственно, опять сюда на главную. Запрещены площадки. Понятно. Все. Остальное мы поставили. Мониторинг сайта включаем обязательно. Ну, корректировки мы сейчас не трогаем. Соответственно, все. Осталось наше самое приятное и неприятное сделать картинки. По поводу картинок. Я пытался что-то найти в RSI, чтобы мне показалось. Хотя бы просто посмотреть, что у конкурентов в RSI сделано. Но мне, к сожалению, так реклама не появилась. Не захотела она со мной как-то общаться. Вот. Поэтому мы сейчас попробуем поискать, что может быть в картинках интересного. Я видел, что Ruby on Rails, разумеется, это Рубин. И, соответственно, если посмотреть коллекцию, которая есть, она достаточно обширная. Я смотрю, тут можно что-то повыбирать. Но я хочу что-нибудь еще поискать. На всякий случай. Меня интересует человек впервые. А это не ваш, кстати, сайт? Ой, не ваш YouTube канал. Так. Хороший программист. Господи, вы так сидите классно. Мне нравится. Не надо, как в Яндексе сидят. Мальчик и девочка. Наверняка видели такие. Не надо. За ноутбуком. Странно выглядит. Так. Я хотел что посмотреть. С ведущей. Здесь ведущий, кстати, написано. Авторы ведущей здесь ведущие. А у вас есть какая-нибудь фотка общая? Ну, я так просто спрашиваю вас. Вот, Вадим, у тебя есть какая-нибудь фотография с твоими соведущими? Общая какая-нибудь? Ну, так может быть, вдруг какая-нибудь валяется. Прикольно. Я бы попользовал ее на самом деле. Потому что, когда есть фотография... Фотография, даже если я девочку просто какую-то повешу, да, утрированно, фотография, она лучше, чем Рубин будет работать. Без шуток. Потому что картинка Руби, она везде, она уже у людей примелькалась. Когда они сидят, программят что-то, у них уже это все перед глазами постоянно. Нужен человек живой. Вот, если он есть, то было бы круто. Давайте пока быстро заглянем, мало ли у них есть во ВКонтакте, в сообществе какая-нибудь инфа. Со всеми ведущими. Давайте, давай тебя и Миша, если есть. Может, у вас здесь фотки есть где-нибудь. Пойдет просто. Там пока человек разберется, но смысл именно, что фотку бы. Здесь у вас просто фоток нет никаких. Я попробую показать пример. Ну, как бы, вот, для начала. Я просто, ну, это понятно, это видео тут такое. Но любые куски, да, материалов, когда на них фотки есть, они более привлекают внимание, нежели чем... Ну, то есть, даже я такой, о, нифига себе, типа, это я. Прикольно. Тут недавно просто я посмотрел, когда Миша добавил фотографии. Ну, прикольно. То есть, это лучше, чем я воткну картинку Яндекс.Директа. Вот. Это лучше будет намного работать, нежели чем картинка просто Руби. Но я не нашел ее, честно. Я старался, как ты видишь. Хороший программист в группе. Это... Надо, кстати, хороший директолог сделать группу. Я уже придумал. Сейчас Вадим тогда найдет фотку, и мы тогда ее добавим. Можно ссылку прям прямую, и я тогда ее закину. Ну, я бы ее, конечно, лучше скачал и попробовал обработать сначала. Сейчас подождем. Пойдет, в принципе, абсолютно... Ну, относительно любая. Давайте... Ну, я сейчас не хочу загружать компанию, пока фотки нет. Я хочу ее загрузить. Мы ее отправим, естественно, на модерацию сразу, как только будем загружать. При нажатии на кнопки там будет... При нажатии на отправить там будет возможность загрузить ее сразу в сторону модерации. В сторону модерации ее отправить, точнее. Мы так и сделаем. Ладно, подождем сейчас. Вадим... Вадим убежал, видимо, фотографию искать. Ну, давайте я тогда сейчас прогружу без... Без фотографии. Вот сейчас мы отправим ее на модерацию как раз-таки. А, в личку отправил. Хорошо. Как я вовремя нажал, это называется. Задержка, задержка. Ладно, сейчас посмотрим. Мог бы отправить сюда там, я не думаю, что это прям страшно как-то. А, это документ, все понятно. Давайте откроем. Сейчас посмотрю ее. Ну, нормально. Сейчас я здесь отрежу, сейчас быстренько. Нас даже знаю, как я отрежу. Я хитрый. Так. Что случилось? Все повисло? Нет. Спасибо. Нам такая большая просто не нужна. Открываем Джокси. Сейчас прям Джокси вырежем аккуратненько. Квадратик. Да. И сохраняем. ГП. Руби. Так. И теперь, раз уж мы уже отправили модерацию, ладно, вдогонку отправим. Фотографии, изображения отдельно модерируются, поэтому, в принципе, разницы особо нет. Так. Загружаем с компьютера. Как раз. Так. Ну, и выглядит все очень даже прилично. Можно написать Ruby программист на них при желании. В принципе, да. То есть, их можно сейчас взять, открыть фотошоп. Я, кстати, все людей обманываю, что у меня фотошоп на компе не стоит. Так. Все должно быть нормально сейчас. Да? Да, отлично, господа. Прошу прощения, что-то отвалилось. Вдруг какой-то момент. Я говорю, можно взять фотографию, соответственно, сейчас ее сюда закинуть. Вот так. И попробовать на ней написать, да, по поводу Ruby, курс разработчика и так далее. Но. Но. Почему я сейчас не очень хочу это делать? По нескольким причинам. Сейчас я покажу эти причины. Вот. Готовим контекст. Карантин не вечен. Текст есть. То есть, куда мы сейчас напишем текст, не очень понятно. Вот здесь есть текст. Видите, купить iPhone, еще что-то. То есть, все перекрывается очень-очень своеобразно. Здесь вот, видите, люди. Вот они там с квадратиками. Вот. Это можно еще что-то здесь как-то вот так же квадратики. Вот взять там что-то похожее. На фигачить. Но это просто нужно дизайнеру обратиться. Потому что, если я сейчас это буду делать, я могу сделать. Вот. И не то, чтобы это дорого обойдется, но просто я боюсь, что это будет некрасиво. Вот. И я, наверное, сейчас просто загружу фотку. Но потом, если захочется, можно ее вот в таком примерно формате, вот так просто обработать. Потому что это намного приятнее, чем вот эта вот дичь выше. И текст не надо сверху писать. Я просто сколько раз видел. У меня даже конкуренты, которые иногда пихают фотографии, пихают их с текстом. А текст просто какими-то кусками. Где-то выглядывает, где-то нет. Вот. Поэтому можно только как-то ее там поиграться, опять же, вас выделить. Взять, сделать что-то. Сейчас покажу. Немножечко урока фотошопа на занятии по... Правильно? Мы же должны как будто программеры показывать, как все работает. Так. Немножечко фотошопа. Все когда-нибудь фотошопили себе мышцы. Поэтому все знают, как это делать. Я не буду умничать. Я надеюсь, что все когда-нибудь хоть раз что-то делали в фотошопе. Так. Это будет один. Один. Да. И теперь два. А-та-та-та-та. А что случилось? Что тут? А! Со слоем, потому что не тем. Так. Так. Можно вырезать только голову. Она двигаться не будет, но это будет достаточно смешно. Мы так делать не будем. Мы сейчас просто попробуем вырезать аккуратненько. Нас интересуют только преподаватели, так сказать. Не очень получилось, но... Но мы же в процессе. Так. Вот эту вот пиперку надо еще добавить как-то обратно. Так. И... И вот так. Размерчик поменьше. Так. Отлично. Так. Не-не-не-не-не-не так. Вот так. Отдали. Еще раз посмотрим, что забыли. Вот, что забыли. Не на то нажала. 12. 13. Так. Немножечко фотошопа. Так сказать, магия, магия. Так. Попробуем. Теперь посмотрим, как оно будет выглядеть. Да. Плечо забыл. Негодяй. Плечо в итоге осталось. Два плеча. Давайте сейчас я еще аккуратненько подрежу, чтобы было. Цвет одинаковый, монотонный. Надо уточнять. Долгое время тогда займет просто вырезать это все. Можно ластиком это сделать, сразу говорю. Но мы не ищем легких путей. Ставим обратно плечо. Некрасиво плечо у человека вырезать. Так. И что еще потерялось? Да ничего больше не потерялось, поэтому нормально. Сейчас мы сделаем следующее. Мы еще просто яркости уменьшим на фоне чуть-чуть. Чуть-чуть. Достаточно. И все. Это будет... Напомню, что это все равно еще уменьшенная картинка будет несколько раз, поэтому мы не сильно от этого страдаем. Соответственно, это мы объединяем. Связать слои. Нет, не связать. Объединить их надо. Объединить. Объединить слои. Вот. И сверху попробуем еще параметры слоя накидать. Так себе. Это тоже не надо. Это тоже не надо. Обводки нам... Только если какую-то сделать белую. Сейчас. Сейчас все будет. Белый цвет. И градиент в сторону вот такого. А, он не хочет так делать. Так, а есть градиент? Не хочет. Ладно, тогда не будем этим извращаться, заниматься. Свечение. Внешне. Попробуем сделать. Аккуратненько. И размах попробуем сделать побольше. А, классно. Классно. По-моему, хорошо получилось, как вы считаете. Давайте от 1 до 10 оцените картинку. Вот. Я думаю, что стало лучше. Еще мне, кстати, не нравится история с Ruby, потому что логотип использовать чужой такое себе занятие, потому что могут рано или поздно забанить за использование чужого логотипа. Давайте попробуем теперь прогрузить. А я что, не сохранил, что ли? Или куда-то сохранил? А, я сохранил PSD-шник. Сохранить как? Да. Ctrl-Shift. Ctrl-Shift-S должен быть. Да. PSD. Жпек, господи, почему PSD? Все. Любой человек, который занимался товаркой, раз в жизни фотошопил картинки. Сразу скажу. Так. Картинка должна быть теоретически один к одному, но не обязательно, потому что все форматы вот эти, они супер, видите, они супер адаптивные. Господи, боже мой, одни полезные блоги по Яндекс.Директу. Уже даже страшно открывать. Это ужасно. Можно нарисовать новый. Новый не надо рисовать. Но смысл в чем? В том, что вот так еще более-менее прилично будет выглядеть. Потому что это, ну, увидите сами. Когда РСЯшку будете крутить, свое лицо намного лучше работает. Так. Теперь мы это все дело также отправляем на Мадарашку. Получили компанию, в принципе, на поиске, но она максимально уже подходящая под РСЯ. Да что такое? Раз, два, три, четыре, пять. Да, отлично работает теперь. Я не знаю, что случилось, почему отваливается. Но это уже даже больше не интернет. С 31 мая. Вот так еще можно сделать. Вот у меня, кстати, Купрум стоит сейчас. Купрума нет. Негодяй Костя, а. Купрум не поставил обратно. Вот еще так можно сделать. Но только надо как-то аккуратненько, чтобы пальчик было видно. И одновременно. Одновременно должно быть плюс-минус по центру. Вот так теоретически еще можно сделать. Это будет нормально. Я тебе потом в этот отправлю. Хорошо? В ВКонтакте просто. PSD-шник. Но ты сам захочешь, если поиграться, поиграешься. Ну, я думаю, и так понятно смысл. Я думаю, что с фотошопом ты достаточно хорошо его... Я не понимаю, почему отваливается. И это что-то не очень похоже на интернет. И это больше похоже на YouTube. Ну, ладно. Будем надеяться, что все хорошо. Так. Смотрите. Короче, сейчас я сделал поисковую кампанию. Я ее отправил на модерацию. У нее не должно быть никаких проблем с... По сути, с модерацией. Все будет замечательно. Поэтому я сейчас из нее сразу буду делать РСЯшку. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok